Да, ребята, я сейчас буду только-только прибежала из зала, поэтому давайте тогда начнем с вопросов, как обычно. Так, я пользуюсь детским жирным кремом из аптеки, но ссылочку на крем, который Света рекомендует, тоже включила. Света, когда я переведу? Так, Владимир это уже в личку мне написал. Светлана, подскажите, Кинго Белоба теперь на сухих днях пить во время занятий спортом? На сухих днях, на то они и сухие, на сухих днях, ребят, ничего не пьем. Нет, это не на сухих днях. У меня звука нет, что-то. Я смотрю, читаю, просто много-много всего в чате, я смотрю, где есть вопросы ко мне. Света, у моего отца инсульт, поражена левая часть тела, рука вообще не работает, нога плохо ходит, с палочкой только по квартире были в практике выздоровления людей с инсультом на лечебном голодании или на автономии. Да, я уже говорила, что были, но тут зависит от того, сколько лет, какое питание, опять все те же самые моменты, которые нужно будет уточнять. Вот. Без них, ребят, никак, то есть нельзя так, что вы два предложения написали, и вам вердикт, который вот сто процентов для вас работает. Вы тоже должны это понимать, да? Света, ты упомнен, что на 21-дневном семинаре будешь рассказывать про роды. Про роды. А ты не могла бы здесь на трехдневном семинаре хоть немножко рассказать об этом, почему именно род не хочет, почему народ не хочет есть, и на плане психической энергии, что с ним связано? Благодарю. Я, у меня есть и в этом и эфиры, я в эфирах это много говорю, и об этом мы тоже говорили, упоминали. Давайте, ребят, на те вопросы, которые я не отвечала, потому что у нас остался сегодняшний эфир и вечерний эфир. И потом мы с ребятами уже идем туда, в глубину. Светик, еще вопрос. Хроническая боль годами с детства, насколько я себя помню в копчике. Это от чего? После еды даже ходить невозможно. Благодарю копчик, но нужно смотреть, во-первых, скорее всего, копчик ты ударяла, потому что копчик сам по себе, это то, что зарождается. Если он сам по себе болеть не может. Это была либо травма внутриутробная, либо при рождении, либо какая-то еще. Просто так, травма, она... Просто так копчик не болит. Это такая, наверное, своеобразная, своеобразная начало нашего каркаса, я бы так сказала, где вы можете собраться, либо разобраться за счет того, насколько вы можете вспомнить, что у вас происходило с копчиком. То есть я же говорила, да, есть эфир у меня такой, где я тоже говорила, что зрение, вот многие говорят, зрение, зрение. Зрение – это копчик. Я там немножечко тоже рассказала. Светлана, почки умират молча, вы говорили, что затронете тему финансов. Успеем сегодня? Нет, финансы мы будем только на марафонах проходить. Когда стартует завтра? Марафон 21 день, когда стартует завтра? Давайте, давайте так же сделаем в 10 часов первый эфир. Но я, у меня просто физически, ребят, не получается записать, но я обязательно сегодня, сегодня обязательно в эту группу запишу коротенький эфир, когда мы начнем, когда мы стартуем. Вот, туда в группу прям скину. Так что не переживайте все равно, вас это не пройдет. Родочка, как ты считаешь, могут быть автономы полные? Да. Ну, в смысле, что нееды я имею в виду, автономы? Ну да, я поняла, нееды могут, потому что у меня очень, ну, как вот Баранова с Динаидой Григорьевной полная была, и не знаю, вот она сейчас жива, не жива, вот, ну, как-то сомнения немножко. Как человек не пьет и не ест, и он полный, может быть, как-то для меня это загадка. Это не от этого, это вообще не от этого, это же не от еды, ребят, ест, он вообще не от еды. Если человеку так комфортно, то это комфортно, это действительно, вот, это его, по-другому он не, ну, как бы, он не видит себя. Понятно. Или еще что-то. Я такие вещи рассказываю либо на ретрите, либо на, прям, на марафоне, только вот не на 21-дневном, а который вот глубокий ретрит. Я такие вещи тоже там рассказываю, почему так происходит, что мы делаем за своими телом, чтобы было понимание. Все, все понятно, спасибо. Инвертирный стол. Меня плохо слышно? Да. Нет, хорошо слышно, хорошо слышно, Света. А вот, как я правильно поняла, что вот 21-день ретрит будет в основном очищающий, скажем, и немного психологии. А с 5-го февраля в основном психология, да? 5-го февраля, да, психология, да. Ну, это для таких, для улетевших, как многие из нас в этом чате, да. Понятно. Про другие миры, что нашими клетками управляют, как управляют, как выйти из-под этого управления, кто такое депривация, почему мы спим, почему мы не спим. А ретрит – это уже следующая стадия, когда мы уже можем пощупать, да, вот так вот сказать, свои клетки и перепрограммировать свою программу генетического рода. Вот что такое ретрит. То есть всё по ступенькам. Здесь мы очищаемся, очищаем тело, очищаем сознание, приходим к лёгкости, пониманию, надо нам идти дальше или нет. Потому что не всегда надо идти дальше. Где-то так комфортно, комфортно в этом мире, где в пятницу пивко, там какие-то вечеринки. Это для этого весь мир заточен. Мы вообще вываливаемся из этого мира со своими размышлениями, со своими убеждениями, со своим вот этим вот, то, что начинаем считывать какую-то информацию, которая вообще не должна быть для нас. Её закрывают-закрывают, а мы на тебе к раскрытию пришли. Поэтому, да, всё постепенно. Благодарю. Так, ребятки, очень много вопросов, как попасть на марафон. Постоянно скидывают вот эти вот портяночки. Ребят, спасибо, что перекидываете ещё раз. Как попасть? Заходите по ссылкам. Если что-то непонятно, заходите по ссылкам и пишите. Их обновляют постоянно, добавляют. Если видим, что какие-то вопросы появились, ещё добавляем какие-то поля, чтобы были более понятны. Поэтому всё время пишем, чтобы было вот прямо максимально понятно. Марафон будет в какое время? Я в этом чате уже вам всё расскажу сегодня. Сегодня, обещаю, сегодня обязательно расскажу всё максимум до 10 часов вечера. Все успеете, всё точно так же будет в записях. Так, Света, здравствуй. Можно использовать сумах вместо соли. Расскажи про какао. Смотрите, ребят, чем меньше вы, любая, любая специя, я бы так сказала, да, соль это тоже специя. Любая специя, соль, сахар, какие-то горечи, они у нас должны постепенно отваливаться за ненадобностью. То есть сначала мы убираем сахар, от сахара отказаться проще всего. Потом мы убираем соль. Почему от сахара проще отказаться, чем от соли? Потому что соль, она у нас присутствует даже в тортиках. Вы это все прекрасно знаете, да? Вот, не каждый будет, например... Анечка, выключи микрофончик, пожалуйста. А то ты там подшипываешь. Не каждый будет, например, коптить рыбу с сахаром, а вот тортик сделать с солью, это вообще святое дело. Поэтому от соли сложнее всего отказаться. Специи, например, горькие специи, нам нужны до последних этапов восстановления тела, потому что они нам позволяют менять свой, давайте назовем так, внутренний мир. Я не люблю это слово микрофлора, бифида, бафида, мафида, бактерии, которых мы никогда не видели, просто верим ученым. Я все-таки, давайте это назовем просто своим внутренним миром, когда любая горечь, любая специя, вот горькие, я имею в виду, какие-то травы размолотые, какие-то перцы различные, лук, чеснок, они нам до каких-то этапов позволяют вычищать свой внутренний мир. Но соль, она всегда тормозит, всегда тормозит. Поэтому если вы все-таки хотите перейти на более здоровое питание, потому что вы перешли на более здоровое питание, то да, то вы можете, пожалуйста, вы же можете кушать и просто салатики красивые, там, не знаю, какую-нибудь пареную рыбку, куриную грудку. И тогда для вас это будет здоровое питание. Если вы хотите идти к познанию себя, то убирайте соль, не нужна она вам, она вас всегда будет задерживать в этой плотности, всегда. Вот. А какао тоже на каких-то стадиях, если хотите полакомиться, вот смотрите, когда вы будете все-таки идти к самопознанию, у вас не будет стоять впереди еда. Вот как раз на семидневном марафоне, который будет 5 февраля, мы как раз об этом и будем говорить, вот про это, когда вы поймете, что такое самопознание. Это не просто я себя познала, я себя полюбила. Нет, это когда ты себя понимаешь, что ты можешь находиться сразу в нескольких плотностях, в нескольких реальностях. И тогда у тебя то, что было вот здесь вот интерес, он становится никчемным по сравнению с тем, что ты можешь почувствовать, понять, увидеть, прочувствовать и прожить другую жизнь. И тогда вот это вот все становится неинтересно. Ты просто в какой-то период времени будешь поддерживать свое тело, которое еще не перешло на другое питание. Какими-то легкими продуктами, о которых ты даже не будешь заморачиваться, чтобы их приготовить, порезать, не знаю, там, поперчить, посолить, еще что-то. Ты просто закинул какой-нибудь овощ, фрукт, зелень, неважно что, и пошел дальше, и пошел дальше в это осознание. Следочка про какао сыроедного производства. Почему после него болит сердце и давит голова? Один раз после большой дозы скрутило правую сторону тела в судороге. Ну вот ваше тело же, оно вам не... Это единственное, кто вам никогда не соврет, это ваше тело. Все остальное, оно может вам выдавать любую реакцию, кроме вашего тела. Вот, ну и это же, это, ну это тоже неестественный продукт. Вообще, ребят, у меня, вот сейчас приезжали ко мне ребята в гости, я вам вчера говорила, да, и они мне порассказывали, они немного совсем поработали на сыроедческом производстве. И они сначала с таким энтузиазмом, они говорят, ох, сыроедческое производство, мы сейчас вот такие вот молодцы, и мы сыроеды, и там сыроеды, и там сыроеды. Все здорово, но когда ты начинаешь в этом вариться, когда ты понимаешь, из каких ингредиентов делают вот это, или там, например, какие-то конфетки, пироженки, сколько туда добавляют масла, сколько туда добавляют того-то и того-то, и тогда он смотрит и думает, господи, лучше бы ты, блин, шоколад обычный съел, чем вот это вот всего. Вот, поэтому здесь, ну, настолько нужно, вот я скажу честно, я ни разу в своей жизни не пробовала никакого сыроедного шоколада, сыроедных конфеток, сыроедных там еще что-то. Максимум, что изыски блюда, которые я пробовала, это сыроедный борщ, который я себе делала. И то, там была куча, как он, дикороса, вот, свекла и там еще какой-то там чуть-чуть ингредиентов. Вот это вот мой составлял борщ. Все остальное, когда ребята рассказывают, а вот это, вот это, вплоть до того, что сыроедные пиццы делают же, а там сыроедное мясо делают. Но вы же понимаете, что это просто баловство, вы не сыроед, вы балуетесь, вы балуетесь в игру под названием сыроедеже. Сыроед это то, что когда человек уже переходит на определенный вид питания, потому что ему уже неинтересно то, он уже идет другим путем по всем категориям. Вот. Светочка, можно ли использовать семя укропа и чеснок против паразитов? Своё отношение к массажу живота по головам? Семя укропа мне очень нравится. Насколько против паразитов, я не могу сказать, но я прям не вижу, что он хорошо помогает против паразитов. Чеснок можете использовать, но я могу сказать, что у меня всегда на чеснок была не очень хорошая реакция моего физического тела. Я как только ела чеснок, вот чтобы мне, вот я себя очень долго прорабатывала с этим чесноком. Но у меня просто получается, что кровь, она, когда я уже с ребятами сдавала кровь, смотрела до чеснока и после чеснока. И она, вы знаете, у меня таким тяжелым рисунком складывалась, так скажу, что это не мой продукт, а кому-то может быть хорошо. Поэтому к массажу живота по голову я не знаю, ребят, я не видела его технику. Я очень мало вот таких вот книг читала, читаю, сейчас я вообще не читаю. Сейчас я вообще вижу ту информацию, которая есть, она не написана в книгах. Поэтому не знаю, не читала, правда. Но я думаю, что если массаж живота, если он не передвинет ваши органы туда, куда не нужно, то это, наверное, хорошо. Но я всегда говорю, что, ребят, на сухих днях у нас очень подвержены передвижению все наши внутренние органы. На сухих днях, когда идете на сухие дни, очень-очень аккуратно делайте какие-либо массажики, потому что вам очень легко будет сместить органы, а потом, когда начнете есть, у вас что-нибудь прихватит. И прихватит очень даже так нешуточно. Так, ребята, Светлана говорила, что на канале можно просматривать эфиры, только ее информацию можете на каком канале. Вот, да, спасибо, ребят, что уточнили. Светлана, ты в одном из прошедших эфиров говорила, что расскажешь про сон и депривацию сна. Про сон я прям рассказывать не буду. Наверное, говорила, что я в 21-дневном марафоне. Да, я там расскажу. А здесь я просто могу сказать вам, что у нас мозг, когда мы засыпаем, у нас мозг, я уже говорила об этом, начинает, по-моему, там от 7 до 8 раз больше работы, чем он работал, когда мы в бодрствовании находимся. Это первый момент. Второй момент, что мы можем спать либо левым, либо правым полушарием. И это у меня тоже был эфир, я там рассказывала. И, конечно же, я уже неоднократно говорила, что если вы возьмете не так давно, буквально там в какой-то, по-моему, 17-18 веке еще, это совсем вот рядышком. Если вы посмотрите там старые книги вот этих вот наших правителей, каких-нибудь там царей, кто они там были, кто был у престола, то у них были кровати, кровати были такие короткие, то есть чтобы они могли полулежа сидеть. И много-много подушек. Я не знаю, может быть, кто-то застал. Вот я когда приезжала к бабушке, и у нее тоже, знаете, вот эти вот были подушка на подушку, еще подушка, и вот эта вот каемочка, и вот это вот все плетеное коричком, вот эти красивые такие рюшечки, вот это все сделано. Даже бабушки, у них не было такое спать на... Ну, по крайней мере, вот у меня, у моих бабушек не было такого, чтобы спать на полу. Они всегда спали в полусидячем состоянии. Вот, это первый момент, потому что не гоже было царю, если вы прочитаете книги, не гоже было царю забывать дабышний день, то есть сегодняшний день. Вот, это все прекрасно знали, и поэтому всегда дремали, вот именно те люди, которые царствовали, они дремали всегда в полусидячем состоянии, в подушках. И их прислуга, не помню, как она правильно называлась, у них были такие узкие-узкие скамейки, вот, и они на этих скамейках спали. Они понимали, что они могут тоже на них только дремать, потому что как только они начинали поворачиваться, они сразу же падали. Вот, все было под это заточено. И я же, у меня астма с детства, ну, прямо она совсем с раннего детства, и я, получается, ну, я не знаю, сколько, вот, если кто астматик, ну, даже если не астматик, вот эти вот аэрозоли для астматиков, они появились мне, мне, у меня она появилась, когда мне было, наверное, лет, лет 13, то есть такая уже достаточно деваха была, лет 13. А до этого максимум, что было, это только когда приступ, не когда астматическое состояние, а когда приступ уже увозили на скорой, на капельницу. А до этого, то есть перед приступом, ты где-то 7 дней находишься в подобном состоянии. Вот, и когда ты находишься в подобном состоянии, астматики, они не могут лёжа спать, они задыхаются. И они, вот, я спала всё своё детство, я спала в полном сидячем состоянии, всегда. Вот. Я очень редко, когда ложилась, это когда вот я там приезжала на какие-нибудь там в тёплые страны, так скажем, да, и для меня вот оно было лучше, потому что там у бабушки приезжала, за мной никто не следил, ем я или не ем, я спокойно могла не есть, то есть меня в детстве вообще не заставить было есть. И я даже несколько раз лежала в больнице с дистрофией, я рассказываю ребятам, да. Вот, то есть не потому, что я была дистрофиком, потому что родители переживали, что я ничего не ем, я худая, вот, а я была очень активным ребёнком. И не у всех людей есть такое, что им нужно обязательно поесть, это я уже знаю по себе. Вот. А если что-то глубже, то я, конечно же, более другую информацию, я её, ребят, не могу дать на открытый эфир. Эти эфиры будут в открытом доступе. Не все люди подготовленные, не все люди вообще, им нужно знать эту информацию. Давайте побережём их нервы, а кому нужно, вы всё равно узнаете эту информацию, поверьте, либо через меня, либо через себя, либо ещё через кого-то. И вы приходите на марафоны. Да, не пойму, Светлана, а вот боль с детства в районе копчика, это, ну, тоже боль может пройти? Или что-то нужно, может быть, обратиться к врачам? Боль в районе копчика, это в районе копчика или сам копчик, это был какой-то удар, это какое повреждение было, чтобы понимать, что значит боль в районе копчика? Это с детства. Вот ребёнок себя помнит, просто уже больше 25 лет, но сколько себя помнит, столько и боль вот это есть. То есть она с детства. Но это нужно его вводить, нет, подожди, это нужно вводить в лёгкое гипнотическое состояние и смотреть, откуда пришло. Попчик просто так болеть не может. Ну вот она покушает и, говорит, тогда идёт осложнение. Вот ты за кого говоришь сейчас? Тяжелее идти. Ну вот Хелина, подожди, Галина. Я думаю, что если Галине будет это интересно, она про себя спросит. Правильно? И я ей уже расскажу про неё, вот, как это лучше сделать. Потому что мы сейчас не можем частную информацию. Ты говоришь, вот она говорит. Я тебе буду говорить, чтобы ты ей передал или как? Если я тебе задам вопрос, ты же не сможешь мне ответить на него? Никогда не задавайте вопросы про кого-то. всегда акцент на себя. Как только вы задаёте вопрос про кого-то, вы всегда отворачиваете... Мой брат, например, он сидит в инвалидной коляске. Я его сейчас не могу, ему не дозвониться ничего. Я просто спрашиваю, вот его тоже можно поднять с коляски, если он уже 10 лет сидит в инвалидной коляске? Если он хочет, то он может начать это делать. Если он хочет, не ты. Не пойму, на 21-м дневном марафоне будет практика сухих дней или только теории? И практика будет, конечно же, тоже. Как же мы без практики? Без практики. Слана, расскажите, как влияет или не влияет на наше тело пирсинг в пупке, в ушах и тому подобное? Я раньше, ребят, думала, что это всё ерунда, это всё не нужно. А сейчас я не скажу, что это какое-то вот прям такое грубое влияние. Я вам, я насколько сейчас, вот смотрите, вот кто-то может сделать татуировку, да, и, например, ему эта татуировка надоест, и она его будет всю жизнь обременять, пока он её не сведёт и либо не забьёт чем-нибудь другим. А может человек сделать татуировку либо ручкой нарисовать, и вот он будет себе думать, вот пока, вот я сейчас вот это рисую, пока я это рисую, вот у меня происходит в жизни вот это, и да будет так со мной, пока не сотрётся вот это и вот это. И у него она будет работать. Он даёт сигнал своим клеткам открыть его пространство вот в таком-то ракурсе. И теперь всё, что касаемо татуировок, всё, что вы сделаете со своим телом, вы через кожу проводите, через кожу проводите тот, тот посыл, который должен вывести вас во внешний мир, во внешнее открытие своего мира. Вот я бы сейчас назвала бы это вот так, не иначе, потому что я вижу, как это происходит, я вижу эту энергию, когда человек вот это делает. Только это всё должно быть абсолютно осознанно. То есть, конечно же, детям прокалывать уши, ну, я бы не стала. Это мы хотим быть, чтобы они были красивыми, да? А хотят ли они в осознанном возрасте, чтобы у них там что-то было? Это уже другой вопрос. Позвольте своим детям решать, а там крестить, не крестить, там кто-то разрешает делать. Сейчас я смотрю, в тату-салонах разрешают, там 7 лет детям делают татуировки. Я не против татуировок? Нет, ни в коем случае. Но когда в 7 лет нет осознания у ребёнка, какая, какую татуировку, что он будет с ней потом делать? Вот. Так, была спеццена для участников на 21 день марафоны для закрытой группы. Ребят, это была цена для тех ребят, которые уже состоят в группе, не которые хотят схитрить. Такие, о, я сейчас схитрю, я и туда, и туда вступлю. Там мне без разницы, но зато будет вот такая-то скидочка. Вы же хитрость на себя направляете, не на меня, поймите. И поэтому те ребята, которые, это была предназначена для тех ребят, которые уже состояли до трёхдневного марафона в этой группе. Понимаете? А не для тех, кто вновь поступил и такие, я сейчас здесь всех обману, всем дам, расскажу, как нужно правильно делать. Не про это. для экологичного выхода и входа, но она не может отобрать у вас еду. вот, все понятно. Да, была вроде. Да, все ребята, которые у меня там уже были, они все уже зашли, кто захотел. Здравствуйте. Светлана, расскажите, пожалуйста, как влияет на нашу энергетика накладные ресницы и татуировка бровей? Накладные ресницы, все, что накладные ногти, накладные ресницы, накладные волосы, я считаю, что это вы, вот, все, что вы наложили на себя, это вы накладываете на себя, что-либо приземляя себя. Про татуировку я вам только что рассказала, да, это касается любой татуировки, если вас это, если вам это нравится, если вы это вкладываете аспект красоты самого себя в этой плотности, то, пожалуйста, вот, сейчас многие говорят, а как же там вот в этой краске находится вот то-то, то-то и то-то. Мы разобрали с татуировщиком эту краску по мельчайшим пунктам. Я, конечно, этих слов уже не выговорю, из чего состоит эта краска, но я вам скажу в двух словах. когда вы делаете татуировку, она у вас моментально, во-первых, лишний пигмент, он моментально выводится через сукровицу, во-первых, во-вторых, она в саму кровь, эта краска, не попадает, и то, что вы вдыхаете за день в городе, в большом городе, я имею в виду, не вот просто взяли большой город, ну, например, вот как у меня там, большой город, вы вдыхаете вредных компонентов на 1,7% больше, чем вы сделаете, ну, вот примерно вот такого вот татуировки, один день, представляете, то есть она у вас вывела лишнее, вот это вот через сукровицу вывела лишнее, и все, что есть, вот этот пигмент в коже остался, он уже, он не, нет у него такого, что он каждый день вас давит, нет, у всех уже проверены эти материалы, если вы не делаете где-то в подворотне, да, если вы делаете сертифицированных мастеров, но если вы туда что-то вкладываете, если для вас это важно, если это действительно для вас важно, если вы понимаете, что вы делаете, для чего вы делаете, какой конечный эффект, конечный результат, сухой остаток должен быть вот в этом, в чем вы делаете, для чего вы это делаете, если вы это четко осознаете, Так оно у вас и будет. А если мы говорим именно о физиологической вредности, то сейчас я к этому отношусь абсолютно спокойно. Вот это не так вредно то, что мы делаем каждый день. Это не так вредно, чем мы моемся, чем мы дышим, что мы закладываем себе в рот, чем мы чистим зубы, чем мы красим ногти. Многие девочки еще красят. Это все настолько по-разному. И я вам могу сказать, что есть несколько племен, которые себя полностью покрывают краской. Да, она на природных компонентах, но тем не менее это тот же самый травмокожий, травмокожий, которая идет с заживлением и все такое, они полностью себя вот на 100% покрывают свое тело. И это племя, я не помню, ребят, как оно называется, я думала, что можно загуглить и посмотреть. И в этом племени даже на сегодняшний день продолжительность жизни, она составляет больше 470 лет. Конечно, вы мне можете сказать, а если бы они не делали татуировку, то, возможно, еще бы дольше жили. Возможно. Мы этого, наверное, никогда не знаем. Поэтому вот еще раз говорю, вот вы настолько можете свое тело контролировать, вот настолько, что вы даже не представляете, у нас же нет миссии, чтобы мы здесь, вообще, по большому счету, у нас нет миссии, и чтобы мы же здесь жили там, не знаю, там, в этом городе, в этом доме, в этой квартире максимально долгое количество лет. Нет, у нас по-другому. Раскрываетесь и переходите на следующий уровень, в следующую плотность. У нас же как планета идет, она постоянно, то есть почему она... Вот сейчас очень многие... Давайте вам открою вот маленькую зацепочку, маленький вот такой вот шторку отодвину, да? Сейчас же очень многие говорят, ой, смотрите, сейчас все раскрывается, ночь там сварога закончилась, темные силы отходят, сейчас начинается свет, начинается пробуждение, начинается светлое время. Земля идет, ребята, на убывание. У Земля постоянно в переплощении. Вы думаете, только человек перевоплощается, только он идет через реалькорнацию, получая новый опыт. Земля точно так же. Просто сейчас она идет максимально на убавление, и у вас открываются те возможности, чтобы вы максимально смогли считать то информативное поле, которое было заложено в вашем генотипе, чтобы понимать, что после перевоплощения Земли вы идете сюда проводником, либо вы идете в следующие плотности. Все, эту тему закрыли пока. Не для этого эфира. Коронки металлические, зубы мертвые под одним. Коронки металлические, зубы мертвые под одним. Ребят, зубами вообще отдельная история. Это они очень много дают зубы, и очень мало кто из стоматологов, к сожалению, может действительно правильно пролечить зуб. То есть бывает так, что зуб лечат, сам вот этот вот, как называется-то он, нерв удаляют, да, канальчик там вроде заделывают все, а вот в этих вот микроканалах, которые не подобраться, там остаются эти бактерии. И если, например, зуб, отвечающий за ваше благосостояние, да, ну вот так вот назовем, вот эта вот форма зуба, отвечающая за ваше благосостояние, если его вот таким образом вылечили, то вы можете там, вот вы и это вроде делаете, и это делаете, и это делаете, вот все вроде хорошо у вас, все вроде замечательно, а благосостояния нет, потому что вот те микробики остались, и они точно так же продолжают свою работу. То есть у нас и зубы отвечают за каждый аспект вашей жизни, и это тоже можно все исправить. Я больше чем уверена, что каждый момент можно исправить, но к нему нужно идти, чтобы к нему идти, ребят, я вам скажу на своем опыте, да, вот как я сейчас иду, вы не всегда, у вас будет депривация сна, не потому что вот вы такой благою весь пошли в депривацию сна, у вас не будет времени спать, потому что у вас будет время только на познание того, что вы есть, вы будете просто хапать эту информацию, потому что иначе у вас другого пути не будет, вы либо успеете ее и переформатируетесь, либо не успеете, и вам придется идти опять на реинкарнацию, опять умирать, потом опять без памяти тут рождаться, там еще что-то. Вот, я так уже не хочу, вот, поэтому я пытаюсь идти другим путем, не пытаюсь, я иду другим путем, вот, поэтому зубы это такие аспекты, да. Я пропустила, есть список, что нужно подготовить на 20... Ребят, там, смотрите, на 21 день не парьтесь, там многие из-за рубежа, у которых не сразу же можно заказать что-то. Я сегодня запишу ролик, вот, это все, это то, что нам нужно будет, и после этого я буду говорить, вот, например, делаю лекцию, и через сутки, через двое мы это начинаем делать, то есть у вас всегда будет в запасе достаточное количество времени, чтобы к этому подготовиться, так что не переживайте. Мне нравится катушка Матэ. Спасибо. Есть ли толк от катушек Мишина? Сепера, Хильди, Хильди Кларк. Сепер, Хильди Кларк, не знаю, катушки Мишина. Я только знаю аппараты Саши Феклистова, он мне все аппараты высылает, мы с ним общаемся, мне нравится, что он без такой рубаха-парень, я его называю, такой нравится мне Сашка. И я вам могу сказать, что те аппараты, которые у него есть, которые он делает, они действительно идут очень, я вижу эту волну, я чувствую эту волну, но я вам могу сказать, что вот эти вот аппараты, он их делает с чистым сердцем, прям вот он их, скажу так, не он их делает, потому что делать их может кто-то год, он их создал с чистым сердцем, с чистыми намерениями, они идут с чистой, со светлой вот этой энергетической волной. Но если в тебе есть вот это вот какое-то сомнение, какой-то страх, еще что-то, оно в тебе его поднимет. Уберет или не уберет, проработаешь ты себе или не проработаешь, это уже другой момент. Но то, что если в тебе вот это вот говнецо, оно все в тебе поднимет, оно пойдет на вычищение. Поэтому тоже очень аккуратно. Почему перед месячными хочется объедаться неполезными продуктами, с чем это связано, с психикой? Как ли это окрашивание волос? Ребят, на себе попробовала окрашивание волос, то есть я, я вообще очень не приверженец красок, всяких, но тут мне что-то захотелось, и мне ребята такие, вот тебе надо, я так, ох, да, и какое-то время мне было действительно хорошо, приятно, а потом я психологически поняла, что это не мой свет, то есть цвет волос влияет на ваше свечение, оно очень сильно влияет на ваше свечение, и когда у вас искусственный цвет волос, то ваше свечение, оно всегда, знаете, когда лампочку включаешь, выключаешь, оно всегда начинает мерцать, оно не может сосредоточиться на одном свечении, и вам тяжелее получить какую-то информацию, но это я так вижу, потому что кто-то в одном цвете волос ходит много лет, и он уже себя не представляет в другом цвете, и вот когда вы ходите в одном цвете много-много лет, то тогда у вас уже меняется ваш, так скажем, психотип, и вы можете более спокойно к этому относиться, и вы меняете свой цвет волос вообще, ведь не потому, что вы хотите вот так выглядеть, а потому что то, те знания, то свечение, которое предназначено для вас по вашему типу кожи, по вашим волосам, по вашим там зубам, по вашему телу, если вы его не можете принять по каким-то причинам эти знания, то вы начинаете в себе что-то менять, в том числе и фигуру толстеть, худеть, красить волосы, и даже вы можете спровоцировать, чтобы у вас начали выпадать зубы, когда вы не можете получить определенный пласт информационного ресурса, который предназначен для вас. Вот. Тоже если в двух словах. Скажите, пожалуйста, были ли в вашей практике люди с эндрометриодными кистами яичника в случае исцеления, а также с эндрометриодной молочной железы в случае исцеления? смотрите, с молочной железы случая исцеления нет, рак был у женщины молочной железы, с четвертой на вторую мы сделали его, с четвертой на вторую сделали, и она потом сказала, она говорит, я все-таки хочу, чтобы у меня полностью это все прошло, я хочу все-таки добить это, господи, как оно называется, облучение, да, как оно правильно называется, в общем, вы меня поняли, вот, и говорит, я вот это вот сделаю, и если нужно будет, я тебе еще напишу, у нас было с ней сопровождение, и она вот пошла на химиотерапию, и больше вот мы с ней не созванивались, она мне больше не писала, не звонила, как пошло дело дальше, я не знаю, но то, что мы за два месяца с четвертой группой, ребят, четвертая группа, не каждый врач за это берет, с четвертой группы, то, что мы перешли на вторую, мне кажется, это огромнейший результат, и всего за два месяца, но это вот настолько, но мы работали с ней не только с питанием, конечно же, мы работали с головой, и достаточно много, и у нее были, ну, много, она молодец, она прям так проработала, она, она, она мне рыдала так, что это вообще, ну, как бы не каждый человек готов идти вот на такие раскрытия себя, вот, поэтому такое было, вот, когда планируется второй марафон, если вы говорите 21 день, то мы сейчас входим, у нас завтра будет с ребятами четвертый день, вот, потом, возможно, сделаем 40 дней, если вы говорите про такой же безоплатный, то я думаю, что это будет не раньше, чем через полгода, возможно, осенью где-то будет вот так вот, не раньше, потому что, а я понимаю, что вот 3, меньше, чем 3 эфира, вы ничего не познаете на этих 3, всего за 3 дня, потому что информации куча, делать меньше эфиров не вижу смысла, а 3 эфира, если у меня еще какая-то, какие-то свои дела, какие-то проработки с моими ребятами, то у меня получается полностью-полностью эти дни вообще вылетают, это достаточно, ну, очень забит у меня день, поэтому часто я их делать точно не смогу, но я смотрю, что нравится ребятам, скорее всего, через полгода сделаю, не раньше, вот, можно после 15 дней использовать полынь, заменить ее пижмой или какой-нибудь другой травой, замените, но сделайте ее только однородной, то есть если пижму, то только сделайте пижму, вот, но пижма, она пожестче, вот, и пижма, она, смотрите, смотрите, чем отличаются полынь, например, от пижмы, полынь, когда вы ее, вот на выходе, ребят, кто не подписался в школу автономии, там в закрепах есть как входить в сухие дни, как выходить из сухих дней, что и как делать, и там как раз расписано про полынь, вот, и когда вы выходите из сухих дней на полыни, лучше, конечно, выходить, как показывает практика, лучше выходить из сухих дней на полыни. Почему на полыни? Потому что пол чайной ложечки завариваете на пол-литра горячей воды, через полчаса начинаете маленькими кружечками, вот такими буквально там по 100 мл, по 50 мл начинаете пить. И когда вы начинаете пить, у вас все, то, что застоялось на сухих днях в печени, у вас начинает потихонечку отходить. За счет теплоты начинаются у вас все сосудики расширяться, а спокойно та желчь, которая застоялась, она будет спокойно отходить, потому что полыни, она очень желчегонная, а нам очень важно, чтобы отходила именно печень, именно желчь вот эта вот скопившаяся. Все, печень начинает вычищаться, почки начинают потихонечку работать, вот, и получаются вот эти вот клетки, которые, как сказать-то, мертвые. Смотрите, опять же, давайте мультяшным языком расскажу, как происходит у нас в организме. После 48 часов, до 48 часов у нас просто идет очистка организма, просто органы отдыхают. После 48 часов у нас начинается, клетки начинают хотеть есть, то есть мы же им не даем жидкость. Вот, и вот есть, например, две клеточки. Вот одна здоровая клетка, а одна больная. Вот, и вот так как в здоровой клетке больше жизненного тонуса, она из больной клетки, чтобы ей не умереть, она высасывает всю жизненную энергию из больной клетки. И в больной клетке ничего не остается, остается только чехольчик, я так называю его. Вот это можно посмотреть под микроскопом. Остается вот этот чехольчик. И когда мы начинаем пить полынь, полынь из-за своей горечи, она не впитывается, она через межклеточное пространство просто проходит, она не впитывается. У вас после полыни нет отеков. И когда полынь идет, она получается, вот этот чехольчик, она его смывает. То есть, ну, например, ну, наверное, там от 30 до 50 процентов этих чехольчиков смывает. И когда вы начинаете потом пить и есть, из здоровой клетки появляется здоровая. А если вы выйдете на соках, на воде, там еще на чем-то, то вот этот чехольчик, он обратно надуется, и здесь будет как была безжизненно мертвая клетка, так она и будет безжизненно мертвая. И мертвая будет делиться на мертвую. Когда мертвая делится на мертвую, вы смертный человек. Когда вы убираете эти клетки, и здоровая клетка делится на здоровая, вот оно пошло, ваше бессмертие, понимаете? Если вы заменяете какой-нибудь другой травой, например, пижма, отличная трава, но в ней очень много масел, и вот эти вот масла, они не уберут этот чехольчик. Они его замаслят и оставят здесь, оно его не смоет, масло не смоет его, оно его оставит, и у вас паразиты уйдут, и у вас будет более здоровая клетка, которая меньше контактирует с паразитами в межклеточном пространстве. Вот поэтому решать вам. Так, полное отсутствие зубов о чем говорит? Ну, во-первых, что нужно посмотреть вообще, почему у вас полное отсутствие зубов. Это не просто так, это ваш... Скорее всего, вы были на... Давайте так. Есть заболевания, потому что зубы выпадывают, есть возраст, потому что вот такой был образ жизни, а есть достаточно в молодом возрасте, то есть до 50 лет бывает, что человек теряет все зубы. Это как раз тот момент, когда вы готовы к новому этапу своей жизни, к новому осознанию себя, но вы туда не пошли. И ваши антенны сказали, ну и до свидания. Вот такое тоже может быть. Это так, это я прям грубым-грубым языком это говорю. Так, на какой период начали набирать? По-разному. У меня же много заходов было, ребят. Ладно, скажите, пожалуйста, что можно сделать с молочницей в организме? Кандида. Были случаи с молочницей. Слушайте, молочница очень хорошо на сухих днях проходит. Очень хорошо на сухих днях проходит. Но и молочница, опять же, я уже ребятам говорила, смотрите, для девочек очень... Есть ли болезненная менструация, есть ли молочница, есть ли какие-то проблемы с женскими органами. Но это подходит только не для беременных. Если беременные, то тогда мы этого не делаем. Берёте какой-нибудь либо детский горшок, либо кастрюльку, либо маленький таз, ну, чтобы вот он был небольшой. Наливаете туда буквально вот столько вот горячей воды, ну, не горячей, вернее, кипятка из чайника. Наливаете кипятка, чтобы прям пар был. И туда немножечко марганцовки. И всё это в марганцовке столько, чтобы она была такая ядрёная марганцовка. И садитесь на корточки, ну, где-нибудь, чтобы вас не видели, да, без всего, без нижнего белья, садитесь на корточки вот над этими парами. Точно, будь здоров, у меня ребёнок сидит, потому что чихает. Садитесь вот над этими парами, парами марганцовки и сидите минут 15. И уже после первого раза никаких болезненных месячных. Если какие-то задержки бывают очень часто у молодых девочек при гормональном сбое, задержка менструального цикла, если при обычном питании, да, и чтобы не пить какие-то таблетки, один-два раза сделайте. И после первого раза, как правило, уже всё восстанавливается. Максимум два раза, и у вас всё восстановится. Попробуйте. Вот, потом просто это всё вылейте и сходите там в душ. Вот так. Света Алина, в моей практике есть случай исцеления по этим заболеваниям. Так, Светлана, где найти того, кто посмотрит копщик? Вы сказали, надо смотреть. Ну, посмотрите, я не знаю, где вы живёте, в каком городе. Посмотрите, кто в вашем городе, в ближайших городах. Нужно смотреть такого мануальщика, который ещё энергопрактик обязательный, чтобы у него было, блин, всё, 21 в одном. Вот как-то так. По специи обещали рассказать, какие можно или лучше употреблять. По специи я рассказала. Всё, употребляем в процессе потихонечку, потом постепенно убираем. Ребят, давайте ещё вопросик, и я побегу. И вечером у нас с вами последний эфир, который трёхдневный. Марафон, а потом с ребятами мы переходим в следующее. Благодарю за ответ. Что делать, если плохо переношу горечь после полыни? Очень хочется заесть. Горечь после полыни. Но ведь эта горечь-то, ведь она же не от полыни идёт у вас. Горечь – это ситуация у вас какая-то есть неразрешённая, которую вы так тщательно замазываете своей жизнью. И эта ситуация связана с каким-то мужчиной. Это может быть отец, это может быть сын, это может быть ваш какой-то любимый мужчина. Что-то у вас было в жизни, что вы очень глубоко прячете и сами себе врёте, что это всё прошло. Вот откуда у вас эта горечь идёт. Потому что полыня, она на самом деле не горькая. Я вот когда пила полынь, я даже до сих пор помню этот вкус. У меня почему-то он казался сливочным. И посмотрите, насколько разные люди могут пить одну и ту же полынь. И у всех какие разные вот эти вот… Одни пьют и нормально, а другие говорят, вот я прям не могу вот эту вот горечь у меня выдавливать. Света, они с начала эфира. Есть в практике выздоровления людей с инсультом. С инсультом есть, да. У меня есть практика, я сама делала. Ты же будешь на 21-м дне, я расскажу. Спасибо, Слановичка. Это про аритмию можно рассказать? Если аритмия есть. Ещё раз? Плохо слышно? Аритмия, аритмия. А аритмия на сухих днях или вообще? Нет, это не у меня, у мамы. А маме сколько? 80. 80. Ну, мама-то хочется. Лучше не трогать, ребят. Ну, что вы хотите в 80 лет, если человек сам уже не готов на это? Больше ходить. Аритмия можно, это же уже густая кровь. Это представляете, сколько солей. Если вы даже начнёте убирать эти соли, это настолько мама должна сама этого захотеть, потому что их только убирать займёт как минимум года два. А иначе её просто скрутит, если вы начнёте сейчас менять что-то в её жизни. Давление, скорее всего, у неё. Света, а если вот у меня периодически бывает аритмия? Ну, приступы бывают периодически, раз в год. Мы не пришли выходить на 21 день. Ну, а так нормально, всё. Мы же, ребят, мы же не 21 день будем в лечебном голодании. Мы же там будем в практиках больше понимать, что с нашим телом происходит. Почему у нас эта аритмия? Я же буду вот эти вопросы задевать. Раскрывать. Почему у нас аритмия? Что она даёт? Тем более раз в год. То есть это же не та аритмия, которая в физиологии создана. Это та аритмия, которую ты себе придумала. Для чего тебе это нужно? Что ты прячешь под этой аритмией? Почему тебе нужна эта передышка раз в год со своей аритмией? Здесь же столько всего закопано. Столько всего интересного. Ребятки, давайте буду заканчивать. Мы с вами час. И ещё вечером встретимся. Уже темно, а у нас света нет. А мне нужно как-нибудь забереть ещё успех телефоны. Вот видите, меня уже скоро не видно будет. Вот я так у окошка сижу. Я всех обнимаю. Пишите вопросы. Я всех их посмотрю. Я сейчас сразу же выхожу из чата, чтобы долго не искать эти вопросы. И всё. Вечером мы с вами в 22 часа. Мы с вами встречаемся. Всё. Всех обнимаю. Всем спасибо за вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.